Девушки отдыхают Доброе Вы знаете, я понял, что мне будильник больше не нужен Потому что вы начинаете ругаться всегда в одно и то же время Пап, угадай с одного раза, что мы хотим? Вы хотите помирить маму и бабушку Нет, мы хотим собаку О, Боже Я как белка в клетке, кручусь-верчусь Я папанька без тормозов Каждый день оврал, все куда-то мчусь И всегда к приключениям готов Не сбавляя темп, я бегу все быстрей Воспитать, научить Обуть и одеть Где минутку найти Для любимых друзей Ведь так хочется все успеть А мы папаньки Без выходных Папаньки Пример для других Папаньки Мы круглосуточно Папаньки Папаньки Все для своих Папаньки Для деток родных Папаньки Мы круглосуточно Папаньки Так, документы, ключи, телефон О, зарядку забыла Зато вот что нашла Это хорошо, что наша Васенька не такая, да? А то бы тоже все теряла бы И подгузники бы, и соси бы, и погремуси теряла Никитка! Ну может хватит, я опаздываю Помоги мне Ну вот где мой пропуск? Я его над люлькой повесил Может быть хоть так она маму будет видеть? Как смешно Это похоже на саботаж Не понимаю, о чем ты Но зато прекрасно понимаю, на кого наша Васенька больше похожа Не, ну это понятно на кого На маму Чего это? Ну как, ну ты посмотри Носик, щечки, ручек, моя девочка А ум, характер, поведение Оп, да, оп И оп Ты знаешь, согласна Вылитый папа, да? Все, любимочки, пока Я на работе А я уже на работе Да Ну что, ты готов взять в руки штурвал этого быстроходного катера под названием Мангусто-108? Готов Пусть он лучше возьмет в руки свою голову А чего? Спроси, спроси у своего сына Почему он вчера физкультуру пропустил? Сколько он двоек получил? Так И сколько? 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 Ну где? Всего две Не, ну просто я в его годы больше получу Игорь, так дело не пойдет Эти двойки надо исправить Понял? Угу Ну все Позже исправишь А сейчас пока давай ешь И погнали испытывать этот быстроходный катер Испытатели? А ну хватит испытывать мое терпение То, значит, они в телефоне сидят То они в приставку играют То теперь Катя Ну мам Не, ну мамкой Пока уроки все не сделаешь Никто никуда не идет Ну Света Не, ну Светкой А вникни, пожалуйста, в учебу своего сына Во-первых, вспомни, что ты отец А во-вторых, школьную программу за пятый класс Давай О боже, я отец? Почему ты раньше не говорила? Егор Да ладно, ладно, сейчас Делов-то на три секунды Я, в отличие от твоей мамочки гуманитария На физмат Почти поступил Вовремя одумался Вот это? Угу Сейчас Пап, пап В конце ответов нет Тогда это будет немного дольше Домашнее животное Это очень большая ответственность С собакой нужно гулять Кормить ее Убирать за ней продукты Жизнедеятельности Какие продукты? Как в магазине? Нет Эти продукты в магазине не продаются Как? Мы согласны Все дети сначала так говорят А потом все это приходится делать мне Пап Ты нас плохо знаешь Мы готовы делать все Лишь бы у нас была собака Ага А потом бросите это несчастное животное на меня Как и детей Вот поэтому Я не собираюсь больше никуда уезжать Ваше воспитание делает из детей Роботов Женя Скажи ей Женя Скажи своей маме Мне надо Подумать Здравствуйте Здравствуйте Такая прелесть Спасибо А это ваше чудо Вроде мое Если в роддоме не перепутали Точно не перепутали Да? Вылитая папа Правда? А меня Инна зовут Очень приятно Василиса В смысле Она Василиса А я Никита А Знаете Я всегда испытывала Такое глубокое уважение К таким ответственным отцам Это такая редкость Скажете тоже Вроде ничего сложного Кормить не забывай Памперсы меняй На пол не роняй С рта все забирай У вас такое замечательное чувство юмора Ей наверное с вами совсем не скучно Пока не жаловалась А вот говорить начнет сразу расскажет А как вы зимой? Не болели? Нет-нет Богатырь Рша А характер как? Хороший Покладистый Лишнего не попросит В маму? Если бы Больше в папу Никита Вы знаете Я Я долго Не решалась К вам подойти У меня есть К вам одна просьба Да-да Конечно Говорите Помогу вам Чем смогу Сделайте мне ребенка Это что реально тебе задают в школе? Да Да нет Ну такие вещи просто надо запрещать На уровне Минздрава Что все так сложно? Для меня нет Ну Для детей Зачем Такие сложности Для детей В пятом классе? Ну что Это значит все? У осла Две У курицы И у собаки Три У обезьяны Четыре Сколько У человека А Может один А? Я сразу тоже об этом подумал Ну нет Это было бы Слишком просто Блин Да кто это вам вообще задал такое? Классное Не такая же она и классная Раз такие задачки Задает Не ну Я не понимаю Академиков Из них готовят Что ли Ну зачем такая сложность? Короче Егор Не получается решить? Я то могу решить Но это я А Я хочу Чтоб Игорь сам решил Не Если ты хочешь подсказать То пожалуйста Ты все таки Заканчивала школу Золотой медалью Но там же все элементарно Просто включите логику То что Это на логику Это мы сразу Понимаем А Сколько Конкретно В цифрах? Ах Я же Гуманитарий Боюсь опозориться Перед гением Ну мам Не мамкой Ну пап Ну И не папкой Жень Вот я вообще Никакой проблемы не вижу Ну кроме той Что ты во всем Видишь проблему И мама права И Аня права И детей не хочется Обидеть Что мне делать? Ах Женек Расскажу тебе Одну Поучительную историю Так Вот когда я учился В школе Я был толстый Сутулый И у меня были прыщи Но это не помешало Мне влюбиться В самую красивую Девушку в классе И? И все Зачем Эта история К чему она? А к тому Женечка Что скоро Твой Максимка Будет интересоваться Только девочками А не собаками Спасибо Надо Спасибо Просто немножко подождать А с Яной Мне тоже нужно Немножко подождать Вот вы Все Как-то слишком серьезно Относитесь к детям Ну проще надо Женечка Проще Вот я своему Скачал Все серии Томми Джерри Сидит целыми днями Смотрит Мороженое трескает Да я лучший батя в мире А завтра Идем в аквапарк Там столько Красоток в бикини Ты же С сыном идешь Ну а если он хочет Братька или сестричку Просто еще об этом не знает Ну а я должен готовиться Понятно Тебя и на одного ребенка Не хватает А дети Это Не так просто Особенно Если они вдруг Чего-нибудь Захотели Слушай Так купи им Электронного робота-пса Смотри Выгуливать не надо Когда захотел Включил-выключил Ну и в тапки не сыт Это что Рыбопес это очень дорого А вот идея С чем-нибудь Потренироваться Это мысль Спасибо Обращайся Я никому ничего не скажу Вы же ничего не теряете Женщина Не подходите Я карате знаю О боже Вы еще и карате знаете Вы просто идеальные Я полицию вызову Нет пожалуйста Не надо полицию Вы знаете Я просто очень хочу ребенка У меня мужа нет И вообще Я такая Я такая страшная Да что вы выдумываете Не страшная вы Страшная Не страшная Я страшная Я очень красивая Да? Ну что Тогда ко мне или к вам? Никому Я же говорю Я женат Я поняла Значит ко мне Вы что не слышите Женат я Жена есть у меня Хотите я с тобой поговорю Поговорите? Да Любимая У нас к тебе Маленький вопросик У меня И у этой Абсолютно Незнакомой женщины Ирочка Дорогая Вы же не против Если я пересплю С вашим мужем? Вы с ума сошли? У меня одна морковь В смысле жизнь Найдите себе Кого-нибудь другого Господи Он даже убегает Идеально Стойте Стойте Подождите Пожалуйста Я не договорила Стойте Подождите Яночка Не крутись А то я тебя Не одену Да Ян Лучше не мешай Так вот Жень Еще раз Осел Два Собака И курица Три У обезьяны Четыре А у человека Это скорее всего Задачка На логику Речь наверное идет О Бременских Музыкантах Бременских Музыкантах Слушай Жень Ты же знаешь Я в музыке не силен Не моя тема Это из мультика Да Собака Кот Осел Петух Трубадур И принцесса Ну и нафиг У меня это сказочная перекличка Правильный ответ Какой Яна Ну зачем ты их Надела Это мамины Они меня Странят Господи Яночка Иди Иди Переобузься Яна Вот Вместо того Чтобы помочь Папе И другу Папе Другу Папы Мешаешь Только Егор Я тебя прошу Можно Немножко позже Мне в ДК Надо Если я не приеду в ДК Я не получу аванс Если я не получу аванс Я получу от Ани Три недюлей Вот именно Ну если я не узнаю Правильный ответ Мой сын будет думать Что я тупой Ну Может он И прав А ты получается Тоже тупой Ты же не отгадал Пап Может я и ошибаюсь Но у Дяди Икора Кажется Прогрессирующий Психоз Боюсь Что ты Не ошибаешься Идем Лови маньяка Кто Где Ну вот же Передо мной На детской площадке Дурак что ли Так пугать Тут и без меня Маньяков хватает Пристала Тут одна Не могу отделаться Барышня что ли Красивая Ну так Давай я за тебя отделаюсь Знал бы ты Что она хочет И бы так не говорил А что она хочет В секту звала Или еще хуже На концерт Винника Она ребенка От меня хочет Круто Думаешь Так покажи мне И давай мне свою одежду И коляску свою давай Да иди ты Реально маньяков развелось Не пройти не проехать Дети Мне нужно с вами Серьезно поговорить Это не я сломал Сливный бочок Что? Эм Об этом Мы конечно тоже Поговорим Но Но позже Значит вы Хотите Собаку Да Нет уж Мне этих двоих И так хватает Знаете Вика А Вике давайте подарим Паука Или скорпиона Или змею Гремотию Нет Вот это нужно бабушке Вы знаете Я вот Не уверен Что вы к этому Относитесь Серьезно Ну хочешь Мы поклянемся Кровью Что вы за глупости Говорите Мы просто решили Что мы Подарим вам Собаку Если Вы докажете Что сможете О ней Заботиться Ура Мы подпишем Договор Чтобы потом Никто Не обижался Я без своего адвоката Ничего подписывать Не собираюсь Меньше нужно Мамины Сериалы Смотреть Макс Яночка Можешь просто Поставить крестик Кровью Это была шутка Яночка А где ты так Научилась Красиво Подписываться Я не подписывалась Я просто Нарисовала Рекс Бежит За мячиком Ну хорошо Вот Ваш Рекс Папа Что это? Это Ваша Собака Окей Куда Звонить Если У родителей Поехала Крыша Это пока Что Пробник Для тренировки Вот сейчас Мы И посмотрим И посмотрим Как вы Умеете Заботиться Факультет Недоучка Ну это Как-то Вот видишь Поража Поражаясь Твоем успокойстве как ты можешь спать так после всего этого а вот мы и погуляем привет так знакомься от никита мой муж муж это инна мы сегодня с инна и случайно совершенно познакомились представляешь и на прекрасный фотограф и знаешь что ей очень понравилась наша васечка представляешь и на хочет ее сфотографировать на обложку журнала правда круто вообще не круто она не этого хочет совсем она хочет ты чего что за ерунда она она хочет хочет это что она хочет она хочет нас ограбить за глупости ты говоришь воры не приходят в дом со своими конфетами тем более грабить то что у нас совсем нечего и самое ценное в этом доме нашего ради красивых детей я готова абсолютно на все вот видишь никиточка поверьте все будет просто прекрасно верю верю спасибо спасибо большое Ну что такое? Это я, Ракс. И мне все равно, что люди могут спать. Я хочу спать рядом с тобой. Везет тебе, Макс. Может, Ракс тебя больше любит. Он же к тебе пришел, он не ко мне спать. Да, это мой песик. О, а я как раз к тебе иду. Помоги задачку решить. Егор, извини, у меня сейчас в голове своих задачек полно. Ты что, если ты мне не поможешь, у меня реально мозг взорвется. Тут сейчас все заляпано будет моими мозгами. Я не думаю, что там так много мозгов. Ну, максимум, чуть-чуть забрызгает. Извини, правда, надо идти. Ты что, не знаешь народную примету? Какую? Не поможешь другу, жди мусорного ведра на голове. Вот это. Ну, смотри. Осел, он порнокопытный. Ну, то есть у него как бы два пальца. Да. Курица, у нее три пальца. Как три? У нее же вроде четыре, сзади еще... Ну, то как бы не палец, то типа пятки что-то. У курицы есть пятка? Ну да, наверное, поэтому она и курица. В общем, у обезьяны пять пальцев. Пять? Ну, тут почему-то четыре. Где-то ошибка, я не понимаю. Блин, мне уже почти сорокет, а я тут считаю курицам пятки, ослам пальцы. Да я первую штуку баксов быстрее заработал, чем эту задачку решил. Кстати, слышал у твоего банка проблемы. Не хочешь на время в мой банк деньги перевезти? Потеряешь каких-то два процента, зато спокойнее будет. Никитас, ты не можешь плевую задачку решить, а советуешь мне, что делать мне с моими бабками? Давай вернемся к нашим баранам. Вернемся к ослам. Не знаю, Егор, не знаю. Не работает голова. У меня уже мусор заждался. Пойду я. А еще друг называется. Помощи от тебя ноль. Можешь себя вместе с мусором выбросить. Ты внешница собака. И мне. Это не сон. Собака вам поспать не даст. Ей хочется пи-пи. Ну пап, еще 10 минут. Нет, это с будильником можно договориться. Собака не даст спать. Это инстинкт. Она хочет в туалет. Давай, 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 просыпаемся. Ух ты, собака. Нет. Это пока симулятор собаки. И он хочет гулять. Ладно, пойдем гулять с ним. Такая она. Давай я буду вести Рекса. Нет, я. Тогда давай ты его доводишь до конца дома, а дальше я. Поговорились. За мной, Рекс, за мной. Пошли, Рекс. Ну, не пойдут же они со шваброй на улицу. Или пойдут. Макс, дай мне, ты уже 10 минут гуляешь. Ну, а что, Макс, да Рекс выбирает, с кем гулять. Да-да-да, я все папе расскажу. Ну, ладно, на, только аккуратно, чтобы он не побежал за котами. Ладно. Хороший Рекс, хорошая собака, пушистая. Я люблю тебя. Ой, очень спать хочется. Еще и в 6 утра. Вот что значит чистая совесть и отсутствие кредита. Спи сладким сном. Никитка, значит, смотри, у Инны освободилось время только с утра, мы поэтому переставили фотосессию, но так даже к лучшему. Ну, да, я сейчас ухожу на работу, оставляю вас вдвоем и не буду вам мешать. Все, пока-пока. Нет-нет, лучше останься и мешай. Не оставляй, пожалуйста, меня с ней одного. Я ее боюсь. Никитка, тебе уже давно за 30. Уже пора знать, что Деда Мороза не существует. На люк наступать можно. И чужая тетя тебя в мышочек, это плохое поведение не заберет. Все, ты справишься. Нет-нет, ты не понимаешь. Никиточка, бабы едины существуют. Это так, чтобы ты просто знал. Да? Ты молодец, мой мальчик. Так, Инночка, мы с Инночкой отобрали всю одежку. Следи, чтобы Васечка, твой ребенок, постоянно улыбалась. Все, пока-пока. Целую, целую. Нет-нет, не уходи, не уходи. Давай, давай, Славян, у тебя получится. Не уходи, не уходи, не уходи. Женщина, я не знаю, что вы там задумали, но... Но... Вот мы одни. Мы... Идеал. Вы с ума сошли. Я сейчас кричу. Я тоже могу кричать. Как ты хочешь, что я кричала. Я никак не хочу. Мне вообще это все не нравится. Мне это все не нравится. А-а-а! Нужно хорошо помыть песика, чтобы не было блох. Только аккуратно, чтобы в глазки не попало. А то лает сильно будет. И после этого мне говорят, что это я как-то не так воспитываю детей. Мама, ты не понимаешь. Хотя я тоже не понимаю. Ты посмотри, сынок, сколько здесь всего интересного. Ха-ха. Хочешь аттракционы? Хочешь вон мороженое? Можешь даже на лошади покататься? А? Ах, блин, опять эти лошади. Слушай, а есть ли задачка в том, сколько еды употребляет это животное? Вот у меня бабушка в деревне кормила курей и собак три раза в день. А вот осла и коня только утром и вечером. Выходит, ответ два. Ну, у всех людей по-разному. Я, например, днем вообще не ем. А ты зверюга, небось, раз пять в день хаваешь? Так, хорош. Я сейчас кому-то ноги поотрываю тут. О, ноги. Значит, ответ два. Получается, в бременских музыкантах осел ходил на двух ногах, а обезьяна, у нее же все равно. У нее что руки, что ноги. Это же лапы. Она все четыре использует. А человек на двух. Ответ два. Значит, по-твоему, собака на трех лапах весь мультик прыгает, да? Четвертая запаска. Вот можешь ты любую идею обг... Ну, ладно, из-за тебя есть захотелось. Ладно, пойду пожру что-нибудь. Сынок, а ты не хочешь себе братика или сестричку? Жди здесь, никуда не уходи. Извините, не подскажете, который час? Просто у меня часы по парижскому времени идут. Только недавно из рабочей командировки. Женщина, я вам последний раз повторяю, уходите! А я не уйду. Во-первых, потому что я оставила у вас свою сумку. А во-вторых... Ну, вам что, трудно сделать мне ребенка? Ну, один раз. И ваша жена даже ничего не узнает. Да при чем здесь это? Поймите, я не такой. Найдите себе кого-нибудь другого. А я хочу ребенка именно от вас. Такую же красивую, как ваша Вася. У вас ничего не выйдет. Потому что... Потому что... Потому что Вася не моя дочь. Ее отец мой лучший друг. И вот ваши вещи. Шурик! Шурик! Да где же он делся, а? Шурик! Ну, это ж надо так не вовремя, а? Что ж теперь делать? Мальчик, а ты любишь мороженое? Пап, мы Рекса после прогулки уже помыли. Молодцы! Ой! Смотрите. Рекс написал. Ай-яй-яй, какой шалун. Что же делать? Это не беда. Это я быстро. Макс! Макс! Ты Рексом убираешь то, что наделал Рекс? А ну-ка, Макс, быстро извинись перед Рексом. Извини, Рекс. Я сейчас все быстренько сделаю. Детки, идите снова мойте Рекса. Он же у вас грязный. Давай, 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 давай. Мама, у меня все хорошо. Мы с папой гуляем. Понятно. Молодцы. Шурик, ты можешь дать папой руку? Да. Что у Шурика с голосом? Что мороженого переехал? Да, точно, мороженого. Ну, прости, не углядел. Так, не давай ему больше мороженого. Я здесь рядом, скоро буду у меня встреча. Давай. Так, а зачем тебе с... Это же надо. Попал, хуже некуда. Ты что, к чужим детям лезешь, гад? Ты что, извращенец? С тобой все в порядке? Пойдем, сыночек. Ты ненормальный какой-то. А нет. Есть еще куда хуже. Шурик! Папа, а ты не видел Рекса? Рекса? Нет. Вы же обязаны за ним следить. Не уследили? Все. Пропал ваш Рекс. Рекс. Ну что, все? Двор и дом обклеили. Угу. Осталось только в интернете повесить. Может, без интернета обойдемся? Пап, в наше время без интернета никак. Эх ты, олдскул. Ну что, идемте домой? Ты иди домой, а мы еще с Максом немного поищем. Вдруг кто-то видел? Ну ладно. Идем искать. Пошли. О-о-о-о! Ха-ха-ха-ха! Да, Егор? Ну, и кто из нас тупой? Я, если ты хочешь знать, только что прошел тест на IQ. И знаешь, как я его прошел? Ну, как? Отлично! В смысле, отлично? Как может быть, в тесте на IQ оценка отличная? А выходит, что можно. 12 баллов, браток! 12 баллов! У-у-у! Ну, и кто теперь тупой? Кто тебе тупой? Э-э-э-э? Ты, ты извини, конечно, Егор. Но если собачка просто пройдет по клавиатуре, она больше заработает. В смысле? В смысле. Это в школе максимальная оценка. Это 12. В тесте на IQ? Ага. Показатели около 100. Что, серьезно? Наверное, тест какой-то неправильный. Алло! Василий Иванович. Рот закрой. А я все думаю, что это Васька совсем на тебя не похоже. Да я эту глупость специально сморозил. Это сумасшедшее, я хотела, чтобы я и сделал ребенка. Что ты несешь? Какого ребенка? Ты вон и на одного ребенка не способен. Неправда. Способен. Да послушай. Всем привет, я дома. Опа, привет, ты здесь? Привет, говоришь? Ну-ну. Не думал, что доведется услышать такое на старости лет. И не стыдно тебе? А что случилось? Чего мне должно быть стыдно? Рот закрой. Нагуляла ребенка, она этого лопуха отцовства повесила. Вы пьяные, что ли? Кто отец? А? Сашка Кабин? Или, может, Егор? Толстый. А-а-а. Может, очкарик этот малахольный? Он плодовитый. Папа, тебе солнцем голову напекло, да? Давайте я все объясню. Это Инна. Она никакой не фотограф. Она хотела... Хотела... Хотела нас ограбить, да. В некотором смысле, да. Она хотела ограбить мой генофонд. Ну, сорвать листик с моего генеалогического дерева. Хотела опустошить амбар с моим семенем, понимаете? Тебе солнцем голову напекло, да? Она хотела от меня ребенка. А-а-а. Коллективный солнечный удар. Чш-чш. Подожди, подожди. Никому ничего не напекло. Я сам слышал, как это... Вот. Она просила... Да, да, да. Поэтому я и соврал, что Вася не от меня. А-а-а. Так... Так вот почему. А-а-а. А я тут уже такого себе наворотил. Так отчего ты сразу не сказал? Чего ты придумал про все эти ограбления? Ну... Ну как... Чего? Ну точно наша порода. Посмотри так. Глаза, нос, губы. О, голос. Иди сюда. Держи, Никита. А этим она точно в тебя. Не-не-не, чуть-чуть. Любит дедушку просто. Да. Извините, вы ребенка мальчика не видели? Извините, мальчика в желтой футболке не видели? Извините, вы мальчика в синей кепке не видели? Что, зазевался? Видел твоего, на колесо обозрения сел. Черт. Да, Танюша. Не ожидал твоего звонка. Я подъехала, а вы где? А мы... На колесе обозрения. Мы? Ну, место было одно. Ну, Шурик очень захотел. Я не смог отказать. Подожди, он же боится высоты. Ну, вот так мы боремся с боязнью высоты. Да ладно-то, не переживай. Где Шурик? Потерялся папа Саша в синем пиджаке. Возле касс. Вас ожидает сын Шурик. Возле касс. Ну, друзья-кинологи, подведем итоги? Мы не справились. Рекс потерялся. Мы его везде, везде искали. Теперь вы поняли, что собака это не игрушка, а настоящая ответственность. Угу. Пап, там твой симулятор собаки ловит. А гулять нам все равно не с кем. Ну, не знаю, идите посмотрите. Может, ваш Олекс нашелся. Ух ты, собака! Собака, классно! Спасибо, папа! Ты лучший папа в мире, спасибо! Спасибо! Ой, смотрите, Рекс лужу наделал. И вы теперь знаете, что делать. Угу. Угу. Шурик, как хорошо, что ты нашелся. Шурик, как ты потерялся? Да я на секунду глаза отвел на... ...часы. Ты где был? На лавочке тебя ждал, пока ты время уточнил. А потом ты сам куда-то пропал. Вот в это я верю больше. Я, конечно, провела Шурику тренинг уроки выживания с папой-балбесом, но что ты потеряешься, Саша, браво! Пойдем, Шурик. Да я не терялся, я его искал. Семилетний ребенок догадался дать объявление. А сорокалетний не догадался, да? Я не сорокалетний, я не ребенок. Да ты хуже. Мне кажется, что ты облажался даже бы в конкурсе без ответственности, потому что перепутал бы дату его проведения. Да я просто думал... Если ты думал, что ребенок это просто, то это была ваша последняя прогулка. Все. Тань, ты чего? Это случайно, Тань? Шурик, ну скажи ей! Ну что же это может быть? Что же это? Это... Да, значит, у собаки три, у осла два. Это... У осла два, это... Может, желудки? Егор, ну не суди по себе. Да не судим по себе будешь. Ха-ха-ха! У меня только один вариант остался. В учебнике опечатка. Да нет, я звонил в министерство, сказали, что все правильно. А вот какой правильный ответ, они не сказали. Егор, здесь дети. Ой-ой, извините. А вот у меня в книжке написано, что порода Рекса очень умная. Может, у него спросим? Окей. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди ко мне, иди, 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 иди. О, ну-ка, академик лохматый, признавайся, чего у тебя три? Чего у тебя три? Скажешь, а я тебе скажу, где самые вкусные фринадельки в мире. Ребят, я вам точно говорю, автор этой задачи сейчас сидит где-то рядом и тут прожжет над нами. Ну да. Ну что? Скрытная собака. Сказал только, может, по пивку? О, ребята, вы трезвый разгадать не можете. Какое пиво? А я знаю ответ. Яночка, это очень здорово. Иди поиграй у нас с Рексом. Ну погоди, погоди, погоди. Пускай скажет. Какой ответ? Ответ три. Что три? У человека три буковки, красненькие на холодильнике, а у осла две. У чего? Человек. Три гласных, три слога. Осел, два слога. Собака, три слога. Походит, у человека тоже три. Три слога, точно. Офигеть. Какие мы с вами тупые. Ой, как стыдно. Блин. Я вообще думал, что холодильник это только для того, чтобы жрать. А оказывается, он чему-то еще и научить может. Я его еще больше зауважал. Какая умная девочка. Вся в отца. Ну и тебя тоже еще больше зауважал. Ты еще круче, чем в холодильнике. Вы еще не знаете, что вас ждет. Погрызенная мебель, разбросанный мусор, везде лужи. И вы пойдете на все это просто ради мести? Аня, перестань. Мама, и ты перестанешь во всем абсолютно видеть плохое. Все будет в порядке. Доброе утро. Вик, ты что, бабушкиным полотенцем вытиралась? Ну да, конечно. Бабушка прокаженная. Да при чем здесь я? Мы просто ищем причину и рассматриваем все варианты. Бабушкину врагу, наверное, переела. Вика, косметика ее пользовалась? Да нет, я просто несколько раз с Рекса поцеловала. Рекса? Ну вот, приплыли. У Вики аллергия на собак. А я говорила. Рекса придется отдать. О нет, только не это. Нет, давайте лучше Вику отдадим. Слышь, мелкий, ты перед этой фразой сохранился? Я сейчас тебе как... Тихо, дети. Папа что-нибудь придумает. Хороший пес. Не переживай. Будешь жить в селе на свежем воздухе. С друзьями. У меня там кур и козы. Михалыч сосед. А только кормите его, заботьтесь и не обижайте. Не боись. Будет жить как в Бога за пазухой. Нет, за пазухой не надо. Вы ему лучше будку сделаете. А мы будем к нему в гости приезжать. Не все. Папа, давай заберем маленького котенка. А кто у нас здесь? Жирафа. Жирафа, красивый жирафа. Какой жирафа. Жирафа. Какая красивая девочка у вас. С вами я сексом заниматься тоже не буду. И не надо за мной бежать. Субтитры сделал DimaTorzok